Мама, а человек без зубов сможет выжить? Человек сможет, а твой папа нет. А почему папа не сможет? Потому что он стоматолог. Учитель, а сейчас я вам докажу теорему Пифагора. Вовочка, Иван Степанович, не надо, мы вам и так верим. Татарин покупает свинью и спрашивает, а чем ее кормить? Что сам ешь, тем и корми. Через месяц приходит Татарин и говорит, плохую ты мне свинью продал. Сдохла она, а ты чем ее кормил? Так ты же сам говорил, что сам ешь, тем и корми. А что ты сам ешь, чай пью. Мужик говорит психотерапевту, доктор, похоже я сошел с ума. Почему вы так думаете? Все, что говорит моя жена, мне кажется разумным. Русский детский сад в Казани. Воспитательница. Дети, а кто из вас знает, как будет по-татарски цыпленок? Петушкин малайка! Кричат дети. В одном молдавском селе крестьяне нашли валенок. Такого предмета они отродясь не видели. Понять не могут, что это такое. Решили спросить у Петры, который был в городе и знает все. Петры покрутил валенок и говорит, да судя по форме, это чехол для топора. Как в вашем городе прошел день без мата? Встали все автосервисы, застопорились все погрузочные работы, а простые жители не знали, что ответить на вопрос «Где?». Иногда нужно быть ядовитой, чтобы отравились те, кто пытается сожрать. Цветок может ждать опылителей неделю-две, но если за это время они не посетят его, то цветок самоопылится. Это очень напоминает многим личную жизнь. Продолжение следует...